Я в начале 2020 года. Я в середине 2020 года. Не хватает ещё в конце 2020 года. Десятилетний я. Гуглю в хроме Google. Мой агент ФСБ, который следит за всем этим. Зачем? Это я перед сном вспоминаю человека, который улыбнулся мне на улице 5 лет назад. Хорошо, что ты ещё не знаешь, что он улыбался не тебе, а тому, кто шёл сзади тебя. Так, я смотрю на нашего профессора, а когда за 2 минуты до конца пары все начинают собираться, что очень грубо. Но я хочу, чтобы он знал, что я его слушаю. Пятёрочку ты просто хочешь автоматом на экзамене, все мы знаем, что ты хочешь. Когда не так прочитал инструкцию по сборке, но тебе лень переделывать. И так сойдёт. Я в 10 лет. Иху, сейчас ускорюсь. Я в 15 лет. Иху, сейчас ускорюсь. Я в 20 лет. Иху, сейчас ускорюсь. Я в 25 лет. Иху, сейчас ускорюсь. Кто пишет, никогда не надоест. Да. Это спидпоинты, или как они там называются. Нагадил в тапке, затопил соседей. Кто пишет, решил помурлыкать, устроил землетрясение. Да, побежал по двору, вспахал огород. Ща будет лись. Нет, нет, нет. Лись. Надень шапку. Ну, мам. Не мамкой. Ну, родительница. Кошмар, лучше мамкой. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова. И сегодня у нас новая подборка мемасов с котиками. Ну, преимущественно. Поехали. Я. Мам, купишь PS5? Мама. Нет, у нас есть PS5 дома. PS5 дома. Ну, тоже ничего такое, погладить можно. Когда после дистанционки кто-то хочет вытащить тебя на улицу? Нет, не хочу. Сдал деньги на ремонт школы. Что сделали для школьников? Что сделали для директора? Десятилетний я готовлюсь сказать утром маме, что мне нужен клей для проекта в школе сегодня. Уличные кошки. Я дерусь со змеями, ем птиц вместе с перьями, завтракаю крысами. Домашние кошки. Мяу-мяу, неси тунца. Ютубер. 70% из вас даже не подпии. Илзо, молчи. Саны. Лишь бы не поскользнулся. Я пытаюсь уснуть. Мои руки, мои ноги, мои глаза, моя спина. Мой мозг. Кто пишет мозг, делает ту хрень с фальшивым падением. Я. Ну, если ты падаешь во сне, значит растешь. Наверное. Или просто проснешься на полу. Абоссаны. Ладно, не будем об этом. Хотел съесть киви, но стало его жалко. Учитель. Сколько будет 30 долларов США в австралийской валюте? Я 49,1 австралийского доллара. Учитель, тогда почему ты написал 30 долларов кверх ногами? Горячие новости. Новости огонь. Серега, просьба к тебе. Можешь поменьше смеяться, а то смех продлевает жизнь, а я бы хотел, чтобы ты скорее сдох. Звуки паники. Когда посмотрел на часы, увидел, что уже 6.23, а тебе вставать 6.30. Непростые времена. Я в 23.00. Сегодня не буду спать и доделаю все дела. Я в 23.05. Щупи, щупи, щупи. Дырка в моем носке? Существует. Мой палец. Бонжур. Когда твоя Тима просто мусор, но тебе с ними все равно весело. Обычно я тащу свою Тиму на дно. Им не весело, а им нет. Ха. Он в защите. Он в атаке. Но обычно. Он в Макдаке. С горчичным соусом. Не, я больше сырным люблю. Или Тысяча Островов. Если у вас и седьмой блин комом. К черту блины. Пеките комочки. Я беру в руки два карандаша. Как я себя чувствую в этот момент? Суши мастер. Кеа. Спросила маму, почему ее кот постоянно скребется о диван и орет. Теперь второй день смотрю телек, сидя на полу. Вопрос. Какого хрена? Сообщение от мамы. Встань с дивана и построй ему из сидушек крепость. Он хочет этого. И не садись туда больше. Он рассердится. Он у меня немножко избалованный. Кто пишет, живешь в его доме, сидишь на его диване, дышишь его воздухом и еще спрашиваешь какого хрена? Ну так-то да, кот прав. Ты где? Киев Сижру. Блин, ты же пообещал сесть на диету вместе со мной. Ну и какой ты после этого друг? Лжирный. Я в переписке. Сложный оборот и богатый лексикон Толстой аплодирует стоя. Я в реальном разговоре. Ну, а, ну, так, как, ну это, блин, я забыл, короче, ну вы поняли. Закатай двор. Стреляй в упор. Когда ты находишь странную броню, но у нее очень хорошие статы, ну надо с чем-то смириться. Человечество кушает еду, чтобы выжить. Растения. Фотосинтез. Девятилетний я после того, как стоматолог сказал, что я очень смелый. А улыбочка, улыбочка, где твоя беззубая? Я моющий посуду. Ложка. Когда после того, как поел у друга, идешь ради приличия мыть посуду и ждешь, когда он скажет, оставь, я потом сам помою. Но он молчит. Нашел служанку. Кто пишет, и друг потом просит тебя вымыть полы. И трусы постирать. Мозг нормального человека. Проблемы. Решение. Мой мозг. Проблемы. Шутки. Ну, с помощью шуток легче справляться с проблемами. Юмор так-то хорошая вещь. Полезная. Поэтому смотрите ролики на канале Алексея Савы. Люблю русский язык. Есть пить. Попить или выпить? Попить есть. Есть. А есть есть? Есть. А как это есть? Пить. Когда стало очень скучно на карантине, ты решила сама себе сделать каре. Блин, я хотела как у Матурмана, получился гоголь. Компьютеры геймеров, если бы они были автомобилями. Кто пишет, тогда вот мой комп. Ещё кто пишет, ударил по компу ногой. Жи-и-и-и-и. Автобус наезжает на кочку. Я на заднем сидении. Пока-давай. Когда живёшь на севере страны? 7.30. Еду в школу. 10.00. На уроках. Тут не видно 15.35 или 25.35. Хм. Наверное, 25.35. Наконец-то еду домой. 16.00. Свободное время. Код-детектор. Да. Интересная схема работы. То есть, если его направить на кота и спросить, кто это, он просто скажет. Да. Что да? Кто да? Типа кот или не кот? Ну ладно. В этих двух квартирах живут мои соседи. И они родственники. Двери квартиры часто открыты так. Между квартирами бегают туда-сюда маленькие дети. И семья часто спорит, у кого сегодня ужин будет кушать. Интересно живётся? Ага, особенно соседям по этажу. Вы ж прикиньте, у них две квартиры открыты. И там бегают маленькие дети. Это ж на весь подъезд, наверное, крик стоит лютый. И запахи от ужина распространяются. А если ты бедный голодный студент, который живёт в соседней квартире, и у которого очень дешёвая дверь, которая очень хорошо пропускает звуки и запахи, то ты страдаешь. Электроника на следующий день после истечения срока и её гарантии. Вот и пришло моё время. Мама, мы уезжаем на отдых, положив чемодан только самое нужное. Я. Договорились. А ты кот. И положил себя. Не смешно, да? Ну ладно. Гугл карты придумали в 2005. Люди до 2005. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Там снег в башка попадёт. Совсем мёртвый будешь. Когда сказали, что в гостях будет много еды? Я. Когда в твоём классе все умеют решать производные, кроме тебя. Почему я такой? Если получать пиндюлей, то за все блины сразу. Блин, сегодня получил травму. Чего? А, блин, получил травму. Бедный блин. Давайте поддержим его лайком. Пусть скорее выздоравливает. Я. Жду курьера 3 часа. Так же я решаюсь пойти в туалет. Курьер. Приходит. Я. Ля, я какаю. Самый радостный день в моей жизни. По скриптам. Я на заднем плане с удочкой. Ого. В натуре, если он эту рыбину поймал, которая ему так удочку гнёт, то это 100% самый радостный день в его жизни должен быть. А вот эти челики справа чё-то мешаются ему там. Я. Мам, дай денег. Мама. Нет. Я. Бабушка, дай денег. Бабушка, 2000 хватит? Мама. А по жопе? Скачал реферат и представил за свой. Оправдать. Когда услышал, что хозяин хочет завести собаку. Когда долго искал телефон, который был у тебя в руках. Я дурачок. Коты 10 тысяч лет назад. Я тебе ща по жопе надаю. Коты сейчас. Я тебе ща по жопе надаю. Кошки, которых я вижу в интернете. Кошка у меня дома. Почём бананы? Когда съел 21 пельмешку вместо 20, хлебушки едят друг друга. Очень милое зрелище. Поставь меня, я закон. Когда завариваешь себе дошек. В 3 часа ночи. Земля круглая, земля плоская, земля треугольная. Интересно, есть сообщество сторонников треугольной земли? А Гомер вон вообще думает, что земля это пончик. Пончики. Пончик захотелось. Плюс 100 к торможению. Почта России. Кто бежит, да с такими тормозами с места хрен тронешься. Как я буду выглядеть этой зимой? Ожидание. Реальность. Чипсы со вкусом горя. Грустно, но вкусно. Отправит о сообщении 10 друзьям или умрёшь. 10 друзьям, друзья 8. Ну всё, пацаны, пожили и хватит. Хоррор игра. Монстр слепой, но у него потрясающий слух. Обувь твоего персонажа. Такая уже, как у соседей сверху. Включай, я не хочу в школу. Не важно, кто рядом. Важно, чё завтра по матише. Друг положил на ковёр горячую сковородку, не зная, что ковёр растает. Кто бежит? Я сначала подумал, что это канализационный люк в квартире. А чё, было бы удобно. Соседи снизу тебе стучат такие по батареям. Типа, эй, хватит шуметь. Ты такой люк открываешь и используешь его вместо унитаза. Но если ты добрый человек, можешь просто водой их облить. Если два человека на противоположных сторонах планеты одновременно роняют кусок хлеба, на мгновение земля становится бутером. Я. Почему у меня болит спина? Так же я. Собака сутулая. Идеально для романтического вечера. Да, сидишь такой с девушкой. Говоришь о любви. Смотришь на звёзды. И тут грейдер мчится, обдаёт вас снегом вместе с грязью вперемешку. И иногда с собачьими кокулями. Я. Почему все считают, что у меня плохой почерк? Как я записываю? Сотрудник аэропорта. Простите, сэр, но на борт запрещено проносить жидкости. Я выпиваю бутылку шампуня в один присест. Сотрудник аэропорта. А чё, в смысле? Ты стал тем, что поклялся уничтожить. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Я ненавижу, когда на телефоне остаётся один процент. Кто пишет, но этот один процент сильнее остальных девяносто девяти. Ну что ж, друзья, на этой великой мудрости я предлагаю придумать вам прикольную подпись к этой картинке и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Я сейчас постараюсь делать ролики немного чаще, но они будут выходить в разное время, поэтому обязательно нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А ещё у меня на канале очень много роликов, которые вы наверняка не видели, ну хотя бы какие-то из них. Поэтому обязательно переходите на канал, полистайте мои видосы, посмотрите те, которые вы ещё не видели, поддерживайте их тоже лайком, ну и всё такое. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok